В Акмолинской области ремонтируют школы и детские сады, пострадавшие от паводков. Восстановительные работы инвестируют порядка 600 миллионов тенге. К настоящему времени выполнен косметический ремонт зданий, возобновлено электроснабжение. Сейчас строители ждут отхода грунтовых вод, чтобы просушить помещение и завершить работы. С подробностями мой коллега Вячеслав Ветлугин. Последствия паводка в Акмолинской области еще заметны. В областном центре сейчас восстанавливают объекты образования. Например, здание детского сада Ертостык, построенного полвека назад, значительно повредило водой. Первый этаж затопило почти до потолка. Помещение и мебель сейчас тщательно просушивают. Параллельно развернуты ремонтные работы. В качестве бонуса строители благоустроят прилегающие территории. У нас две сметы. Сметный расчет первого этажа составляет 39 миллионов. И вторая смета по ремонту первого этажа – 54 миллиона 404 тысячи. Восстановить детсад планируют в ближайшие две недели. Косметические работы уже выполнены. Электроснабжение подведено. Но завершить ремонт мешают грунтовые воды. Строители ждут их спада, чтобы не пришлось переделывать и без того дорогостоящий ремонт. В реставрацию поврежденных паводками четырех объектов образования инвестировали больше 600 миллионов тенге в средств республиканского бюджета. На ремонт первой школы в Адбасарском районе затратим больше 200 миллионов тенге. Демонтируем все поврежденные конструкции. Ремонт проведем максимально качественно и строго в пределах сметы. Все последствия паводковых разрушений зданий, школ и детских садов устранят до начала нового учебного года. Вячеслав Витлугин, Авзал Болтобаев, Виктор Полянный, Акмолинская область, 24КЗ.